Главе республики представили новую структуру регионального правительства. И уже сегодня Михаил Игнатьев подписал указ об утверждении преобразованного кабинета министров. Какие именно изменения произойдут, знает мой коллега Дмитрий Коварев. Кресло председателя правительства республики Иван Маторин занял официально только сегодня. Указ об этом подписал Михаил Игнатьев и уже с утра документ опубликовали на портале органов власти. Мы должны выстроить по работе со всеми нашими организациями коммерческой направленности, малыми и средними предприятиями, малым и средним бизнесом и создать сильный регион по развитию реального сектора экономики. И обязательства, которые мы взяли на себя, выполнять все социальные обязательства, которые взяли перед жителями, перед ветеранами нашей республики. Вновь назначенный премьер приступает к работе с новыми планами. У председателя кабинета министров могут появиться два заместителя. Раньше в этом статусе работали шесть человек, в том числе и руководитель администрации главы республики. Первый блок это будет опять же социальное курьерное и, соответственно, экономический, экономический, финансовый блок заместитель. Соответственно, будут внесены изменения в структуру распределения полномочий между заместителями министра и председателями кабинета министров. Данный нормативный документ тоже подготовлен, будет представлено рассмотрение и дальнейшее утверждение. С учетом всех тех предложений, которые поступали у нас со стороны прокуратуры, то мы будем соответствовать всем тем принятым решениям и федеральному закону, и реестру государственных должностей в соответствии с наделенными полномочиями. В составе регионального правительства намерены создать и новое министерство труда и социальной защиты. Причем этому ведомству планируют передать функции государственной службы занятости. И, соответственно, будет министерство здравоохранения по аналогии с федеральной нормальной властью, ну и с учетом того, что сегодня дополнительные функции в этой области добавляются в регион. Министерство имущественных и земельных отношений может быть преобразовано в республиканский комитет. Планируют ввести коррективы и в структуре Министерства природных ресурсов. Этому ведомству намерены передать функции госохотребслужбы. До конца следующего года в республике планируют и вовсе сократить количество чиновников. Причем освобожденным от госслужбы специалистам будут подыскивать другую работу. У нас останется 1386 государственных и гражданских служащих. Сокращение будет чуть более 10%. Значит, это те контрольные цифры, которые и правительство Российской Федерации с нас требует. Это то, что вы требуете, то, что требует Иван Борисович. Я думаю, мы с этими задачами справимся. Но сокращение количества государственных служащих не должно отразиться на качестве работы правительства, отметил Михаил Игнатьев. Пока все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанностей, кто именно займет кресло министров, станет известно в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.